Трудно представить, но Моби действительно недолюбливает свой альбом Отель. Он кажется ему излишне рафинированным, и только песня Lift Me Up, пошедшая в альбом совершенно случайно, радует и самого Ричарда, и многочисленную армию его фанатов. А тем временем далеко не все знают двойную историю этой песни. И второй частью этой истории, и я не оговорился, является то, что включить ее в альбом Моби решил лишь потому, что ему приснилось, как он играет Lift Me Up вместе с группой The Vatican Commandos, в которой Моби сжег на гитаре хардкор панк-рок еще в 80-е. Представляете, это тоже Моби. Он даже хотел записать Lift Me Up с Эндрю Элдриджем, фронтманом группы The Sisters of Mercy. Это английская группа, играющая довольно типичный для 80-х нью-вейв, но при этом их считают одними из прародителей готик-рока. Однако Элдридж отказался прилететь в Штаты на запись, и Моби решил записать песню с командой бэк-вокалистов в Лого Студио, на которой он в тот момент работал. Ну а теперь самое интересное. Это то, о чем же песня Lift Me Up. Написал ее Моби сразу после избрания президентом Джорджа Буша-младшего. Будучи давним противником республиканцев, Моби был настолько шокирован результатом выборов, что даже чуть не эмигрировал в Канаду, лишь бы только не жить в одной стране с президентом-республиканцем. Не берусь комментировать, просто даю пояснение вам, други мои. В своей книге The Soundtrack of My Life Моби писал, «На Lift Me Up меня вдохновили ростки фашизма, и то, как легко интеллигенция отключает мозг и сливается с толпой. Как это было в 30-е годы в Германии, я вижу, именно это происходит сейчас в Америке». Кстати, после избрания Дональда Трампа, Моби также сделал звонок в консульство Канады и был одним из тех, кто рассказывал, что знает из достоверных источников, что Трампа американцам поставил Путин. Но это я тоже комментировать не буду. На канале «Откуда ноты растут» нет места ни сплетням, ни политике, а за песню «Lift Me Up». Моби огромное спасибо от имени многих зрителей канала «Откуда ноты растут».